Здравствуйте, земляне! Я Александр Док. Моя профессия – изготовление вот таких самозаточных тяпок. Всю зиму мы их изготавливали. Сейчас наступило лето, хочется отдохнуть и от тяпок, набраться сил. И к тому же еще мы запустили три новых вида тяпок под названием утюжок, бумеранг и муромец. Это большая тяпка, самая большая тяпка. И чтобы как-то ознаменовать это дело, ну так скажем по-русски обмыть, мы едем с Викторией по Брау-Дюрсо, чтобы привезти оттуда хорошего шампанского для того, чтобы обмыть. Наши вот новые изделия и вообще как бы завершение сезона, то что мы всю зиму трудились, хочется немножко отдохнуть. А где Марсик? А, Марсик, во! А я тебя ищу. Ты у нас как старший. Марсюнчик, мы с Викторией уезжаем на море, решили поехать по Брау-Дюрсо. Посмотрим, как там винище делается, шампанское. А ты оставайся, Марсюнчик, здесь, слышишь? Следи за порядком. Мы тебе привезем оттуда чего-нибудь. Ну, посмотрим, чего. Ну, чего-нибудь привезем, короче. Главное здесь смотри, чтобы все поливалось в саду, чтобы ничего не засохло. Вот, помогай собирать урожай. Слышишь, Марсик? И, главное, за Жориком. Он у тебя как... Как он тебе... Ну, ты его как сына вырастил, сыночка. С детства за ним сюда ухаживал, позволял ему со своей мисочки кушать. Вот, поэтому смотри, потому что он еще молодой, неотесанный. Где тут Лерочек? Лерок, ну, а ты что такой грустный? Лерок, что грустишь? Ну, мы поедем, короче. Мы тебе для веселья привезем шампанского, Лерок, и нальем тебе стаканчик. Чтоб ты немножко... Немножко, чтоб повеселел. Да? Лерок, ну, давай. И ты, Джерик. Все. Пока. Марсюнчик, ну, че ж ты? Вот это и все? Проводил так, да? Я думал, ты хоть лапкой помашешь мне. Обиделся, да? Марсюнчик. Да, мы вам привезем хорошую, там есть виноградная вода. Побра Удерсов выпускает виноградную воду. Мы вам специально привезем. Да, напоим виноградной водичкой. Ну, обиделся. Ну, ладно. В общем, Марсик, поехали мы. Поехали. Ну, что, он обиделся немножко так. Марсюнчик, что мы его не берем. Ну, че там, пообещал ему виноградной водички привезем ему. Ну, шампанское я лирику пообещал. Лирик он старше уже, совершеннолетний. Они еще маленькие. Ну, все, садись. Поехали. Все, Марсюнчик. Да, только чтоб он не запрыгнул. Выключай, что он полезет в машину. Ну, давай, давай. Все, садись и все. Все, садись. Все, пока. Пока. Все, стой. Стоп. Марсик, пока. В этот раз удалось благополучно сесть в машину и выехать со двора. Марсик не успел запрыгнуть в машину. Вон он там в зеркале ушел. Все, поехали мы, короче, в Абрау-Дюрсо. Сейчас. А вот и Новороссийск. Бухта. Город-герой. И город-курорт. Вот так сделана досточка. А вот так вот в нее втыкаются бутылки и получается надпись. Надпись на Абрау-Дюрсо. Это выпил один человек. Зам. директора завода. Специально выпивал. Для того, чтобы сделать эту надпись. Он пообещал директору и выпил. На все это ушло. Всего-навсего. Тысяча восемьсот бутылок. И получилась вот такая надпись. А по второй версии. Вот эти все бутылки взялись на проходной. Рабочие выносили с завода. Шампанское за пазухой. У них отнимали. Вот она проходная. Потом, когда бутылок скопилось очень много, решили сделать из них вот такую надпись. А вот мы и пришли. Это проходная завода. Шампанский клин. Туда рабочие заходят. Идут на работу. Сегодня выходной. А это стоянка. Здесь машины они ставят. А сегодня просто выходной день. Делают экскурсии. Фонтан из шампанского. Да. Вот фонтан из шампанского. Пришел, зарядился и пошел на работу. И целый день работы, чтобы не соблазняться на то шампанское. Ну вот. Пришли на экскурсию. Вон, видишь, стихло. Я пошел. Пока-пока. У меня нет плав. Вон, видишь, стихло. И вот мы уже на территории завода. На экскурсии с дегустацией. Практически идеально для того, чтобы... Мирного. Игра французского подстать. Вся аристократия потреблять зазорно не считает. Мы его и к отвору поставляем. Сам государь-император оценил. Но чтобы вино удалось, много терпения и труда надо. И старик, хорошо. Давайте чуть-чуть к музею поднимем. Итак, уважаемые наши гости, вот незаметно для вас мы с вами спустились почти что 30 метров подзем. А если точнее, то 26 метров подземной мы находимся. Как раз и вы попадаете в самые галитинские тоннели, которые были построены более чем 100 лет назад в каком сергейчем галитином. Позвольте у вас спросить, у вас что в видео? Ленища, ленища, миллионы пыли. Для того, чтобы сделать все это барану. Отпустить милипунту. Бесконечное подвалы. Вот это все вино, вино. Километр вина. Нержавейший саль, который соприкасаясь с винным материалом, не дает никакого окисления. Автоматический режим управления. При поставленной температуре происходит ферментация и выдержка вина. Как говорят виноделки, именно здесь сусло превращается в замечательное сухое вино. Вы здесь даже можете видеть фильтрацию. Какой нержавейший. Ну что, уважаемые. Подтягиваемся, чтобы не обордать на декупацию. Мы сейчас пойдем к вами прямо в музык этого цвета. Точно так, как и все это хотят. А где все это говорят? Интересно, мы какие-то пробуют или нет шампанское стоять. Представляю, какой соблазн у них смотреться в любимое шампанское. Какая бутылочка встроится в окна. Бесконечные подвалы и бутылки, 12 млн. на бутылок. Прохладно, 13 градусов. В municipal герой. Извините. 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 Вся эта атмосфера дает большие дегустации. Итак, уважаемый господин. Идем в дегустацию. Водили в обильную, показывали. Теперь будем проводить днище. А это зал дегустации. Сколько здесь можно? Тысячи человек может дегустировать, да? Ну, куда? Ближе к барной стойке садись. Идем в трехминер. Удачи! А все сюда еще 50. Для вас там вот такой, отшивает в руках. Мы ему выбираем, мы оставим букет. Букет, чтоб вы, из года в год открывая дома точно так же, бутылку шампанских. не думали, что уже гислота в течение 5-х минут идет, а мы открываем в течение 3-х минут, оставляем ее открытыми, а она останется там же, на кончике языка, мы вот эту пену, мы просто убираем, чтобы вы нашли букет, вот так, и так, пожалуйста, у вас появляется следующим образцом, ну что, прибалдело, в общем-то принцип такой, кто не пьет, кто-то выливает, вот что-то большое вина, и некоторые извращенцы вас за тем столом выливают, а я выливаю свое вино, и ты твори, пей давай быстрее, сейчас другой принесу, а тут принесут каждые 5 минут. Итак, для тех, кто желает полностью узнать, каким способом, молодой человек, обратите внимание, с обратной стороны есть полный пену. Ну как тут пройти мимо такой елки, вот мы все гуляем по винзаводу, Абраудерсо, вот такие елки у них тут на Новый год, видите, какие классные, а мы идем с дегустацией, набрали шампанского ящик, воды виноградной, вот это все офис бинзавода, А там вон, озеро Абрау, Абрау называется озеро, сейчас туда еще пойдем, это парк вот. Ну что, пошли, вот у нас там устрицы ждут, привезли устрицы на заказ, хотим попробовать. Вик, ну что ты, давай быстрее. Никогда не ел устриц, тут женщина подвезла на заказ. Подойди поближе, сфоткай мне вот эту елку, не сфоткай, это он уже, конечно. Ну сейчас сфоткаю. Подъезжаем домой, Сабраудерсо, везем подарки, Марсику. О, слышите? Вот они, подарки у нас там. Звенят, как там наши собачки, что они там без нас. Ох ты, у нас тут такая хорошая дорога, кусочек. А мы лучше не хотим, потому что будут все летать, еще хуже будет. Пять дней мы были на морях, один день в Абрау-Дюрсо. Ну, что тут, кто тут нас ждет? Марсенчика нету, лирика нету, куда они подевались, наверное, все в сар поуходили. Ну что, пошли искать наших животных, вручать им подарки. Когда откроешь ящичко, я сниму, покажу. О, а пока мы были на морях, привезли ракету, батискаф, все готовится к запуску. Вик, ну где они? Марсик, Жорик, давай их. Крикни, Марсик, Жорик, выводи. Может они на веранде? Где они? На улице стоит. Ну, иди, кричай, я же достану. Покажу, вот, что мы им привезли. Вот вы, вот вы, а я уже сюда. Марсенчик, ну что, соскучился? Марсик, смотри, что привезли тебе, глянь. Абрау-Дюрсо. И тебе, Жорик, и тебе, Марсик. Мы как и обещали, смотри, объясняю. Это Виктория, вот. Это тебе, Виктория, у нее скоро день рождения, 6 августа, по секрету. Это тебе, ля-ля-ля, что делать? Ты смотри, слет уберет на абордаж. Да нет, ага. Марсенчик, я все покажу. Это нам на Новый год. Абрау-Дюрсо, держи. А это, Марсенчик, тебе, глянь. Специально, специально на заказ нам там сделали маленькую бутылочку. Абрау-Дюрсо, она настоящая шампанская, не детская. Ты понял? Это вот, держи, держишь. А это еще, значит, смотри. Еще, еще одна. И Жорик уже. Кем? О, и Жорик. Ну мы сейчас пакетик. Жорик, и тебе. Мы ни о ком не забыли. Марсенчик, смотри. А это Лирику. Это Чача. Это нам там продали Чачи. Лирик! Лирик! Лирик, ты выйдешь? Где он тут? Он, наверное, с ребятами ушел в сад. Тут нет его. Ну, в общем, Лирик у Чачи. А мне, сейчас покажу, купили. А мне, Марсенчик, купили виноградную воду. Ну, подержишь, да? Смотрите. Вот, оказывается, есть такая виноградная вода. Вот она. Называется водка. Сделана из винограда. Это я буду пить. Ну, Марсен, ты доволен? Ты рад? Марсик, вылезь. Пойдем. Ну, это, слышишь, это на твой день рождения маленькое шампанское. Куда ты делала? Спорая. А, вот. Это на Жорикова вторая бутылочка. Мой прошел день рождения. Ну, что? Пошли в дом. Пойдем, Марсенчик. Пошли в дом. Все. Все, пошли все. Идем в дом. Быстрей. И будем пробу снимать. Давай, быстрее. Все, приехали. Приехали. Фух. Все, мы теперь дома. Заходи, Жорик. О, наконец-таки. Аж не верится, что дома. Дома так хорошо. Прохладно. А там 38 градусов. Ну, все, Марсик. Вот такая наша поездка в Абрау-Дюрсо. Вот так хорошо. Пока. Пока. Пока.